Всем привет! Сегодня у нас будет Болтавочка и буду чистить мангу школьный переполох. Это уже последняя глава, которую на школьном переполохе нужно почистить, да, и после этого приступаю уже к тайпу. У нас уже затаплено несколько глав. Там 270... да, 267-ю, по-моему, главу, которая... Ручка так, глава, которая следующая должна пойти, выпуститься. Я её просто дала, это недавно девушке новенькой, вот сейчас пока что ждём от неё результата. Вот, если она это сильно тормозить будет, то я это самое, возьму на себя эту работу. Вот, ну а пока она это делает, я пока затаплю другие, это уже главы. В последнем томе там у нас уже три главы готовы, обложка готова, ну три главы полностью готовы, да, нет, даже больше, наверное. Раз, два, три, да, плюс ещё этот самый, обложка. Вот, это всё полностью готово, все остальные главы проклинины, кроме вот последней, вот последнюю главу сейчас склиню. А потом дальше, что перевод зашёл до 274-й главы, по-моему, да, я точно уже не помню, сейчас надо проверить. Где-то там, дискорд, по дискорду с переводчиком общаюсь. Он мне скинул 275-ю главу недавно, 275-ю, а всего там глав 283, то есть 283-я глава, это последняя. Плюс ко всему тут ещё есть странички, которые нужно перевести с японского языка, две из них я уже перевела, осталось ещё, там, не знаю, страничек, не знаю, с куда, ну штук, наверное, 6 точно будет с японского языка. Но, в принципе, да самое, я потихоньку японский учу, у меня всё лучше и лучше это получается. О, господи, нет, я потом отвечу, хорошо, потом отвечу, это самое мне тут. По идее, я сейчас на уроке нахожусь, да, сейчас время учёбы, у нас дистанционное обучение, и я, по идее, должна сейчас учиться, да, то есть выполнять какое-то задание по учёбе. Но я такая, я такая-сякая, и вместо этого делаю мангу, потому что это для задания, у нас как бы время осталось, ну, время для задания надо ли до следующей недели сделать. Я там, не знаю, за пару часиков до начала урока там это самое сделаю точно, ну, в смысле, там, за день до этого я сделаю точно это самое, а сейчас хочется время потратить всё-таки на мангу, потому что со следующей недели уже, ну, у нас уже потихоньку начинается внедрение в наш урок, в наш, обратно, внедряемся в наш учёбу. Через неделю у нас заканчивается карантин, 27-го числа мы, ученики, которые у нас в Германии, которые в выпускные классы, они с 27-го числа уже выходят в школу. Пока я не знаю, как конкретно это будет выглядеть, может, на мой сайт, там, по двум разным классам, там, ну, что-то расстояние друг к другу, друг к другу большое было. Вот, а все остальные ученики, которые не выпускные классы, они на неделю позже выходят, они выходят 4-го мая. Вот, что я говорила. А, так вот, значит, это самое, то, что пока что, ну, короче, да, пока у меня ещё есть какое-то свободное время такое, я хочу его использовать и переполох закончить, потому что осталось реально с ним чуть-чуть, вот, самое трудное, это, ну, вот этот клин был, да, то, что, да, господи, отстанет ты от меня. Потом, потом отвечу. Это самое, это одноклассница спрашивает, это не учительница, это одноклассница, что спрашивает, помочь ей хочет. Потом помогу. Вот, значит, опять сбила меня с мысли. Так вот, значит, да, я хочу это использовать в этот момент пока ещё, чтобы перевести школьный переполох. Самое сложное было, это, конечно, вот этот клин, этот чёрненький чистить. Конечно, это я сама себя-то загнала в такие рамки, что я хочу именно чёрненькое чистить и так далее. Вот, ну, да, так уж вышло. Далее, Type. Type я собираюсь делать быстренько на выходных. Вообще, как бы по Type я, в принципе, если там, этот самый, беспроблемно какие-то переводы были, да, у человека, то вообще это очень легко идёт, там, буквально за пару часов одну главу могу закончить, там, самое, легко это делается. Бывает такое, что там какой-то перевод косячный, в том плане, что, допустим, переводчик, который на русский у нас перевёл, джестер, он просто-напросто не понял смысл английской фразы, да, то есть, как бы там анляйтеры как-то накосячили, да, и тем самым, как бы, и сам переводчик русский не может понять, что там за фигня такая была вообще, что там произошло такое. И мне приходится, это самое, с оригинала, с японского переводить через, там, всякие, куча различных способов у меня есть, как переводить с японского языка, если вы на самом низком уровне находитесь, да. Плюс ко всему я сейчас начала занятия по японскому языку официальные, да, я за них заплатила, я, по-моему, как-то раз уже рассказывала про это. Сейчас у нас эти занятия отменились, естественно, в связи с карантином, но учительница, она в WhatsApp у нас доступна, вот эта группа наших японских японистов, она у нас активна, мы там переписываемся, если у нас какие-то вопросы есть, то мы можем учительницу спросить. Учительница у нас, она японка, настоящая японка, да, это самое, и обучает нас японскому языку. Вот, значит, учительница тоже может подсказать любые какие-то такие фразочки, допустим, если чью-то какой-то сленг, там используют что-то в духе, там можно спокойненько ее спросить, и, да, она поможет с переводом более конкретно. Вот, что еще, что еще. И сейчас этот самый, сейчас у нас с понедельника она собирается стартануть свои личные курсы, ну, так как у нас курсы отменились из-за коронавируса, она сказала, что может сделать приватные курсы, цена такая же, в принципе, как и обычные. Я пока, честно, не знаю, буду ли я там участвовать или нет, это как бы, ну, хочу как бы, да, потому что, ну, да, хочется. Просто когда я отбыла те курсы в школе, в этой, когда приходила туда лично, мне там была скидка за счет того, что мы как бы на социале сидим тут в Германии, а у нее, получается, скидки не будет, но все равно это получается дешевле, потому что она берет не полностью цену, да, которая там должна быть, а она берет за свои рабочие часы. То есть, как бы, когда идешь в школе учиться, там еще идет наценка на этот самый, ну, наценка для школы самой тоже идет. А она эту наценку не берет, она чисто свою зарплату хочет отрабатывать. Вот, вот в чем разница там по деньгам. Ну, посмотрим, как получится. Что еще, что еще? Ну, в принципе, да, вот. И осталось, ну, в общем, когда я перевожу с этого самого, вот эти вот фразочки, бывает такое, что какая-то там фраза непонятная, вообще, что-то там произошло вообще неизвестно, и приходится взять мне японский оригинал и с него как-то переводить. Бывают случаи довольно-таки легко, которые решаются, а бывают случаи, которые вот ступоришься и все, и как бы не знаешь, что делать. Спрашиваешь учительницу в этом самом, в чате, в WhatsApp, она тоже, как бы, отвечает немолниеносно, там нужно время пройти, чтобы она ответила. В общем, из-за этой переписки тоже бывает задержка в переводе японского. В общем, да, будем надеяться, что в переводе японского будет как можно меньше проблем, вот. Чтобы там были простенькие переводы. Далее, что? Ну, и, в принципе, да, и если все будет хорошо, ну, если все будет хорошо, и все пойдет так гладко, без всяких там таких вот заморочек, всяких проблем в переводах и так далее, то я планирую уже в этих выходных, это самое, прям, сильно заняться и выкладывать буду главы уже с понедельника, получается. Да, с понедельника начнем выкладывать главы. Я надеюсь, что в понедельник уже разберемся с нашей новенькой этапишей. И, да, там уже эту новую главу 260. Господи, сейчас посмотрю, какой номер главы должен быть. 200, 200. Сейчас, секундочку. 21 том. Зависло. О, 267 глава, вот. Вот если ее, это самое. А, тут еще 280. Вот это вот, подождите. Вот, блин. Вот этот вот главу тоже затайпили. Получается, раз, у нас глава готова полностью. Потом 2, 3, 4. И плюс еще этот самый, обложка. Вот эти нужно будет все затайпить. То есть, вот досюда. Вот это вот надо будет все затайпить. Все. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть затайпить нужно. Допустим, 6 умножить на 2 часа. Это самый минимальный коп по времени. 6 на 2. 12 часов получается. Ну, короче, за 2 дня, по идее, как бы смогу это все затайпить. А дальше уже будет зависеть от того, как переводчик работает. Ну, в принципе, если он будет медленно, то я тоже подкручусь к переводу. Ну, в принципе. Ну, короче, постараемся как можно быстрее надеть. Потому что со следующей недели у меня уже начинаются конкретно такие уроки. Неделя будет у нас онлайн обучение. И мы начинаем активно, активно. Там нас челя загружают уже пополненными какими-то странными заданиями. И мы начинаем уже готовиться активно к нашим экзаменам. У нас через 5 недель экзамены. Или уже через 4 недели, надо посчитать. Короче, у нас очень скоро уже экзамены. Сейчас, секундочку, где мне там программка, которая... Наше расписание. Раз в неделю. То есть, как бы, эту неделю мы уже не считаем. То есть, пятница уже почти пошла, почти неделя пошла. А раз в неделю следующая. 2, 3, 4. И на пятой неделе мы уже пишем. 18 числа, 18 мая у нас уже будут эти самые экзамены. Так, секундочку. Так, 18 числа у нас будут уже экзамены. И что еще? Че, пришли? Че, забыли? В магазин. А, в магазин? Ага, окей. Есть идеи. Идеи. Нету, нету никаких. Хлеба, может, булочки. А, не, булочки есть, в принципе. Да, из вкусняшек, в принципе, сюда тут есть. Нормально все. Кухон я хочу. Давай, кухон. Давай. Ага. Спасибо. Это этот самый муж с ребенком пошли гулять. И решили в магазин зайти. Ну, они там вокруг блога бегали. И сейчас решили пойти в магазин и спросила, что-нибудь вкусняшки какие-нибудь купить. Кухон это такой, как он называется, ну, типа тортик. Короче, чизкейк. Кейк это. Кухон это кейк по-английски. Чизкейк, возможно, купят. Если он там будет, конечно. И в связи с коронавируемым карантином, у нас там в магазине до сих пор все скупают. До сих пор, как бы, бумагу туалета найти можно только рано-рано утром. У нас это самое, с бумагой тоже вот эта финетка произошла. То, что я уже говорила, по-моему, в какой-то болталке, что мы заказали... Ну, короче, начался этот карантин, бумаги нигде нет, да. И мы заказали бумагу через интернет. И бумага, она, как бы, шла на нас как-то. Она, в общем, продавец мне написал, что бумага пошла, поступила в тот самый, в к этому, который отправляет посылки, почтовую службу, вот. Это наш заказ поступил на почтовую службу. Мол, ждем, когда они ее отправят. Ждали, ждали, там, не знаю, дней 10, наверное, прошло. И потом приходит мне сообщение от ebay, что у меня... Я через ebay покупала. И приходит мне сообщение через ebay, что у меня этот самый, этот заказ отменен. И, да, короче, этот заказ отменили, а деньги мне за это не вернули. То есть, тоже был не очень приятный такой момент. Я написала продавцу, продавец не отвечает. Написала в ebay, пожаловала, что продавец нифига не отвечает. И через какое-то время, 1 апреля, это самое... Нет, 1 апреля я смогла только написать, пожалуйста, в ebay. Че-то звук такой страшный был. Как будто кошка скрипела, или что это было. Ладно. Короче, через... Короче, 1 апреля я смогла обратиться в ebay. То есть, за... Ну, пожаловала, что вот, типа, проезд такой-сякой. Не, это самое, не отвечает. И... Секундочку. Так, сейчас я соображу, что мне открыть. Вот. И через какое-то время мне ebay просто-напросто одобрил. Ну, подтвердил, что... Ну, то, что... Он, короче, встал на мою сторону и отправили мне деньги назад. Так что бумагу, туалет, но мы по интернету так и не получили. Зато мама моя приходила на день рождения мужа. 25 марта было. Поздравила его там. Ну, так посидели, там чай попили. И она принесла туалетную бумагу. Она где-то на дыбала. Она просто работает в фирме, которая по этим... По клиентам разным едет. Это фирма, которая уход за больными и старичками делает. Делает. Подоставляет услуги по уходу за больными и старичками. Вот. И она постоянно в разъездах. И заходит то в один магазин, то в другой магазин. Можешь заходить. Некоторым клиентам нужно закупиться активными продуктами. Это же сама этим тоже занимается. Вот. И сама заходит в разные магазины. И где-то увидела, что там бумага туалетная есть. Вот. Две штуки в руки можно было максимум там дать. Она взяла две штучки. Ну, две упаковки по восемь этих рубонов. И вот одну из них нам отдала. Вот. Ну, как бы время идёт. Та бумага тоже уже заканчивается. Она уже закончилась, кстати говоря. И это самое... Как вот. Где-то муж до этого надупил какие-то салфетки. То есть, как бы есть бумага, а есть такие салфетки бумажные. Знаете, такие вот длинный рулон. Муж её на три части разрезал, типа, да, вот этим ножиком. И получилось, что у нас, как бы, бумага туалетная тоже какая-то была. Вот. Дальше что? Дальше эти рулоны тоже у нас там. Ещё один рулон ещё остался. Про запас. Второй рулон. Было четыре рулона. Как бы два из них мы уже потратили. Потом пошла вот эта бумага от моей мамы. Потом пошла, значит, этот вход. Ещё один рулон пошёл. И мой муж, это самое... У него режим сна, как бы, очень сильно сбился. Он ночами какого-то самое не спит. Он там сидит, зависает там в Ютубе, в какие-то игрушки свои играет. Ему делать нефиг, потому что, да, он экзамен этот сдал 28 февраля на языковой экзамен сдал. И до сих пор ждёт ответа. И что ему делать, чипа из понятия. На работу сейчас никуда не берёт. Никто, никому сейчас никто не нужен, потому что, ну, коронакризис и так далее, да. Вот. И он сидит дома, ему нефиг делать. В общем, по ночам он не спит. И поэтому рано-рано утром как-то раз он пошёл в магазин. И там он нашёл ещё туалетную бумагу. То есть только рано-рано утро можно было найти бумагу туалетную. И то, говорит, что там была... Ну, учениных мало там лежало, там, буквально, там, пару штучек. То есть, вот. Вот так вот. И тоже это довольно-таки странно, да. То есть, по идее, как бы, магазин он только-только открылся. И получается, что за пару часов, там, или сколько там... Я не спрашивала, сколько времени он зашёл в магазин. Ну, короче, там буквально очень мало времени от начала открытия прошло. И уже там осталось буквально парочку этих бумаг туалетных. У меня раскладывалось такое впечатление, что магазины специально не выкладывают много бумаги, чтобы создать такой, как бы, дефицит, да. Ну, короче, это их заморочки, это самое... Ну, а мы должны как-то с этим мириться, да. Ладно. Да и то есть, не доказано. Это всё просто слова, просто догадки, теории заговора. Кстати, да, про теорию заговора ещё тоже хотел сказать. У нас учительница по уроку верты и нормы. Как это по-русски сказать, даже не знаю. Верты и нормы. Это у нас ценности и нормы. То есть, ну, там, ну, типа что-то правоведение немножко, да. Там мы задумываемся о таких... Типа, как мы обсуждаем такие тематики, такие различные дилеммы. По типу, знаете, есть такая дилемма, возможно, про неё уже слышали. Вот, допустим, есть поезд, он едет вперёд, впереди развилка. Вы рядом с этой развилкой стоите, и рядом стоит рычаг, да, который можно как бы дёрнуть, чтобы поезд пошёл либо в одну сторону, либо в другую сторону. И там так получилось, что, допустим, на одной стороне стоит, лежит, значит, привязанный один человек, на другой стороне привязаны, там, пять человек, допустим, да. И поезд как бы едет в сторону одного человека. Нет, поезд едет в сторону пятерых человек. Поезд едет в сторону пятерых человек, и если вы сейчас нажмёте рычаг, то поезд, это самое, может пойти по другому пути и по одному человеку поехаться. То есть, как бы умрут либо пять человек, либо один человек. И, типа, вы как бы решаете, что вообще вам сделать. Вообще, делать ли что-то, дёргаешь шаг или нет, но в результате кто-нибудь да и погибнет. То есть, якобы такая ситуация, что, мол, помочь всем вы не можете, поезд остановить уже нельзя. Ну, что-то в том духе, короче, критическая ситуация. И, в общем, как бы вы поступили в этот момент. Вот вы сейчас можете поставить на паузу, подумать об этом хорошенечко, основательно. И поехали дальше. Сейчас расскажу, что там, как бы, пошло. Даже эксперимент такой ставили, представляете, даже эксперимент такой нафиг поставили. Ну, конечно, симулятор, это самое, там был. Ну, не то, что симулятор, там они запись видео так смонтировали, что будто по всепостоящему происходит. Но, на самом деле, это смонтированная запись была. Вот, и люди, это самое, они все действовали по-разному, конечно, все впадали в панику. И когда, допустим, такое задают к вопрос таким людям, ну, вообще просто ученикам, да, обсуждать, все чаще всего склоняются к тому, что мы, как бы, дернем рычаг, и пять людей выживет, а один человек умрет. То есть, получается, мы взвешиваем жизни людей, да, то есть, пять людей, жизни людей это больше, чем один, поэтому мы одного чпокаем, а остальные остаются живыми, да, там, что-то там духи. Есть еще, как бы, вариант, ну, как бы, вторая, как бы, версия такого же, похожей такой дилеммы. Это, допустим, вы стоите на мосту, перед вами, типа, жердяй какой-то стоит большой, да, и тоже внизу едет поезд по одной этой самой колее, на колее этой, на рельсах лежит какой-то человек, это самое, допустим, там их тоже пять штук привязано, то есть, много людей привязано. И чтобы, условия такие, что, чтобы спасти его на тех пятерых, вам нужно столкнуть этого одного толстого человека, да, типа, толстый человек упадет на поезд, и поезд ломается, это самое, и тем самым остановится, да, то есть, как бы, в поезде, допустим, никого нет, вот так подумаем, да, что в поезде никого нет, то поезд, типа, автоматически едет. И, типа, что вы сделаете, толкнете ли вы этого чувака или нет? И большинство людей на данном случае говорят, что нет, мы не толкнем этого чувака. И, типа, возникает вопрос, а почему, да, то есть, офиг ли это самое. Только что вы взвешивали жизни, да, то есть, как бы, пять людей и один человек, да, это, и согласили, что, это самое, одного человека пожертвуем, пятерых спасем. А почему здесь вы одного человека не будете жертвовать, а пятерых, ну, это самое, оставляете на произвол судьбы, да, и вот этот самый, и здесь, конечно, мне кажется, тут сама вещь, ну, как бы, там объяснили нам, учительница объяснила так, что, мол, типа, когда мы толкать начинаем, да, человека там самолично, да, то тут уже, как бы, мы своими руками что-то делаем, поэтому мы меньше хотим этого, ну, совершать такие поступки. А когда мы просто какой-то рычаг, типа, дёргаем, то это просто, ну, чёрнул и дёрнул, типа, да, ну, как бы, с кем не бывает, да, вот. В общем, да, когда рычаг дёргаем, то это, как бы, нам, типа, проще принимать решение, когда мы делаем какие-то такие жёсткие поступки не собственными, личными руками, то есть, как бы, мы не трогаем жертву полностью. Я думаю тут ещё, я думаю лично, то, что здесь ещё есть аспект такой, что, когда мы начинаем толкать этого жердяя, да, у нас всё равно в мозгу сидит там где-то на подсознании мысль о том, что жердяя может сопротивляться. То есть, как только мы начинаем толкать жердяя, у нас в голове происходит такой, как бы, алгоритм такой, что жердяя может сопротивляться, значит, это может поставить меня лично в положение угрозы, да, то есть, как бы, эта ситуация может обернуться так, что жердяя меня скинет. И поэтому я не хочу рисковать своей собственной жизнью. Мне кажется, ещё вот это играет тоже роль большую в этом всём. Ну, да, это, конечно, такая, ну, короче, такая дилемма, которая, как бы, ответа на этот вопрос, конечно, нормально, ну, ответа да или нет, как бы, тут нету, и всё зависит от ситуации. Ещё это есть, как бы, продолжение этой самой ситуации, что если, допустим, на рельсах, опять-таки, вернёмся к первой этой версии, да, там, где у нас эта развилка, двое эти лежат, то, что один лежит на одной рельсе, на второй рельсе лежат пятеро человек, поезд едет в сторону одного человека. Что, если этот один человек, это ваш родственник, там, мама, папа, сын, дочка, муж, жена, ну, короче, любимый какой-то человек, ну, короче, очень близкий вам человек, которого вы не хотите, чтобы он умирал. Вот что вы сделаете в такой ситуации? Пожертвуете ли вы своим любимым человеком, либо же вы, это самое, пожертвуете пятью людьми, чтобы спасти любимого человека. Тоже такой, ну, знаете, короче, это очень жёстко дает такие вопросы, жёстко дает на психику, и, честно говоря, я бы желала, конечно, чтобы такого выбора у нас ни у кого в жизни вообще не возникало никогда, да. Ну, это, конечно, мечты, мечты, но вдруг всё-таки будет норм всё. Ну, в смысле, было бы хорошо, если бы такой ситуации ни у кого не возникло никогда, вот, что я думаю. Так, вот, так, это я всё к чему? Это я к чему всё проводила? Это я проводила, подсказать про Верта и Норма, да, про наш урок. А, кстати, типа, рассказала, что у нас на уроке происходит. Значит, а что я хотела с этим дальше рассказать, уже, честно говоря, не помню, я сбилась с мыслями, зашла слишком далеко в другую тему. Ну, и ладно, фиг с ним. Значит, я говорила о том, что у нас идёт это самое, уже обучение по онлайну, и мы потихоньку будем подготовиться к этим нашим, к экзаменам, да. Да, я про это говорила. Ну, ладно, наверное, в принципе, хватит. Я вообще много ещё хотела рассказать. А, ну, давайте ещё расскажу про этот сам, про Ютуб, или нет, наверное, про Ютуб всё-таки расскажу отдельную короткую видяшку, типа, как новости будут, да. В воскресенье выпущу новости. Там про рубрикатор расскажу. Сегодня, хоть, у нас 17 апреля, если кому надо. Я обычно записываю весь экран, чтобы ещё была видна дата сегодняшняя, то есть дата, время. Ну, время, в принципе, не так уж и важно. Главное, что дата стоит. Вот, поэтому по дате можете определять, когда это самое. Я вообще записываю какую-то болталочку. Так, что ещё, что ещё? Ну, в общем, вот. Сейчас я вспомню, что я ещё хотела сказать-то. Сколько у нас уже видяшка идёт, кстати говоря? 20 минут. Но, в принципе, может, и хватит для такой маленькой болталочки. Ладно, давайте за этим закончим. Я, может, сейчас пересмотрю эту видяшку. Может, если что, добавлю что-то ещё. Ну, я пересмотрю видяшку. Давайте так и сделаем. Я пересмотрю видяшку, вспомню, на чём я там остановилась, и вернёмся обратно. Смонтирую всё-таки видяшку. Я не люблю болталки смонтировать, но ладно. Я хотела что-то рассказать просто, а что конкретно уже не помню. Ладно, всё, до скорого. Всё, вспомнила, что я хотела сказать. Я хотела рассказать про теорию заговора, да? Так вот, значит, даже не знаю, с чего начать. Значит, теория заговоров. Коронавирус. У нас коронавирус сейчас, и все понимают то, что... То, что все понимают, а многие люди как бы считают, что коронавирус – это выдуманная вещь, что её придумали кто-то там из правительства, специально разработали какой-то там вирус, и чтобы там ввести мир в этот сам, в такой как бы искусственный кризис, да? То есть, вместо того, чтобы какую-то войну развязывать, они решили сделать такой как бы кризис. Вот. И я как бы тоже склоняюсь к такому мнению, но, опять-таки, это тоже как бы... Не то, что я склоняюсь к такому, что это так, это и точка, да? Как бы... У меня всё равно есть как бы ещё шанс, ну, не то, что шанс, как бы надежда, что это всё-таки неправда, что всё-таки правительство реально нас заботится. Есть у меня такая внутри надежда, но, честно говоря, она такая слабенькая, что прям очень слабенькая. И вот. И просто есть такие вещи, которые ещё больше как бы подрывают моё доверие к правительству. Допустим, у нас учительница по уроку вот этот вот эти вот Верта и Норман, да? Почему про него про этот урок рассказала? Потому что я просто-напросто хотела объяснить, что это такое, что это за урок у нас такой. Это у нас права, нормы и ценности людей. Давайте я сейчас новую страничку открою, чтобы, значит, нормально думать, когда разговариваю. Так, сохранено. Сохранено. Шестая страничка мне нужна. Шестая. Так, открываем шестую страничку. Поехали. Значит, да. Она, в общем, тоже там решила эту тему затронуть. Там, карбонавирус и дела. Про фейковые новости. Типа, что такое фейковые новости, она объяснила. Тоже по удалёнке это всё проходило по удалёнке. Она написала в нашем чате через этот Microsoft Teams, что скинула нам статью, что есть такая штукенция, как фейковые новости. И, типа, встречали ли вы во время карбонавируса какие-нибудь фейковые новости. Приведите пример. Ну, я решила это самое. Сказать ей то, что, мол, вот, это самое. Я вообще считаю, что все эти новости по карбонавирусу, это всё фейковое. Да, даже те, которые официально от правительства приходят. Вот я так и написала, да, то, что это самое. И она, давай мне потом, не мне, а вот всем нашим ученикам, она скинула ещё одну статью, как бы на следующий рок у нас сделала ещё одно такое задание. Я скинула статью, где у нас написано о том, что, ну, статья такая официальная от журналистов, где написано, что, мол, в последнее время в интернете гуляют различные теории заговора. И давай там про эту статью там всё хорошенько так описывать. Ну, в этой статье прям всё, да, нам хорошо описывают то, что там, вот, есть теория заговора такая-то, она смехотворная, есть теория такая-то, она смехотворная, а ещё есть теория такая-то, да, как бы по неё дальше мало что-то писали, да, допустим. И, и как бы дальше пришли к более смехотворным вот теориям. То есть, как бы там, знаете, там, если почитать эту статью, она на немецком языке, это, я не знаю, там, скидывать вам или нет, но могу, конечно, скинуть ссылочку оставить. Ну, ладно, фиг с ним, короче, потому что там всё равно по-немецкому. И просто я ещё, то самое, потом с мужем поговорила, муж сказал, что не надо это распространять, потому что, мало ли, там реально всё в таком вот, это самое, всё реально так жёстко, и если я буду так же распространять эту статью, смеяться над, там, над статьями от правительства, то там нам тоже жить как-то не очень будет хорошо. В общем, да, в общем, я решила, что не буду всё-таки распространять эту статью. Это самое, просто так вкратце расскажу, что я, как бы, сейчас думаю, и, как бы, я скажу ещё то, что я немножко в таком, в сомнениях сильных, да, то, что, короче, там в этой статье говорилось о том, что все вот эти вот теории заговора, это всё фигня, не слушайте никаких теорий заговора, коронавирус это реально, вирус, который, этот самый, случайно произошёл, это всё чисто случайность, это самое, и люди просто-напросто не хотят верить, что это чисто случайность, потому что у нас такая психология, мы пытаемся найти какие-то причины, какие-то, ну, причины, которые у нас, как бы, ну, там, найти причину, найти виновников, допустим, в правительстве, мы хотим найти виновников, мы хотим найти виновников в ком-то другом, но согласиться с тем, что это чисто случайно произошло, чисто так вот, так сказать, катастрофа такая произошла, да, Мы, типа, наш мозг никак не хочет, да, и вот этим всем они обосновывали то, что все эти теории заговора, всё это фуфло. Вот, далее я посмотрела, кто написал эту статью. Эта статья была написана одним... Господи, как она называется-то? Не помню, как она называется, честно. Вот я вот, я постоянно забываю. Сейчас возьму и проверю. Верта и Норман. Сейчас мы найдём всё-таки эту статью, хотя я просто так покажу. Это оно? Вот это оно, да, вот это она. Вот это та статья. Сейчас. Кто же её написал? R&D написала. Redaktions Netzwerk Deutschland. Я посмотрела, кто вообще стоит за этот R&D. За R&D стоит компания MADZAK. MADZAK, кстати, в Ганнове у них находится, этот самый, печатанный этот самый, станок их большой. Это они газеты различные печатают, ну, и всё в таком духе. Ну, короче, они, ну, СМИ, они СМИ, короче. И сколько там процентов, я посчитала, короче, в Википедии стоит, что около 26, либо 46, господи, не наврать бы. Ну, ладно, короче, очень довольно-таки большой процент этой фирмы принадлежит к этой самой партии CDU. А CDU это у нас правящая партия в Германии. И то есть CDU как раз-таки и диктирует, что им писать, да, в принципе. Но, в принципе, оно и понятно, да, то есть правительство, оно заботится о том, чтобы люди как бы не впадали в панику и слушались правительства. Ну, в принципе, ну, короче, знаете, такое двоякое такое у меня мнение, то, что хочется верить, что всё это реально случайно произошло, что это весь коронавирус это никто не придумал, что это просто реально всё случайно произошло, и что правительство о нас заботится. Но там столько всяких несостыковок, что прям не знаешь, что и думать вообще об этом всём. Ну, в общем, да, я, короче, действительно поописала, пообщалась немножко, свою точку зрения высказала, да, и не знаю. Ну, короче, да, вот таким вот образом этот самый. Потом рассказала мужу про эту статью и так далее. Муж сказал, что, типа, ты что делаешь, не надо с учителем болтать об этом, потому что учителя, они как бы все там, они же немцы, типа, да, они все это самое, по системе стараются жить. И если ты выходишь из системы, то тебе уже как бы в этой системе жить будет плоховастенько, да, то есть как бы всё-таки задуматься надо, то, что надо ли о таком вообще разглагольствовать или нет. Ну, в общем, да, я как бы всё-таки в таком... Ну, в общем, я не знаю, что с этой короной, что тут правда, что ложь, время покажет, да, летом через сто, когда мы всем уже умрём, будут там раскрываться всякие тайны. Знаете, как, допустим, сейчас бывают такие новости, читаешь, типа, раскрыта тайна гибели Ленина или там раскрыта тайна, там, гибели какого-то там фараона, который умер там 5 тысяч лет назад. Ну, что-то в этом духе будет, мне кажется, и вот насчёт коронавирусов всякие тайны раскрываться спустя много столетий, когда уже тема будет неактуальна и уже ничего изменить нельзя будет. Вот, на этом, пожалуй, и остановимся. Что-то там писали у нас там люди, подумали, почитают, что там написали люди, что-то мне там спрашивали. Ладно, всем спасибо за внимание. По видяшкам... Что будет дальше по видяшкам, расскажу в новостях в воскресенье. Да. Ну, короче, начинается у меня снова эта беготня с учёбы, и я надеюсь, что после учёбы уже нормально. Когда закончу учёбу, это буквально через месяца 4, вот так вот, 5. Нет, 4 месяца, по-моему. Нет. Июль, до июля. Сколько у нас времени осталось до июля? Май. Апрель уже не считаем, да? Половина уже, больше половины прошло. Значит, май, июнь, июль, 3 месяца, да? Потому что там, ну да, ещё чуть-чуть, короче, в июле у нас там не полностью июль, плюс ещё вот эти пару дней, несколько дней из апреля, получается 3 месяца. Через 3 месяца заканчиваю учёбу, и по идее я почти что свободна, да? Мне там ещё, конечно, предстоит полгода практики, но это будет уже после, да? Вот, короче, с этого момента я буду уже более активнее и более качественнее пытаться делать и видеоуроки, и мангой заниматься, и всем-всем, чем я так давно мечтала уже заниматься. Всё, на этом пока что всё. Всем спасибо за внимание. И не болейте. Да, кстати говоря, наоборот, болеете. Хотя ладно, хватит, всё. Уже 5 раз перепрощалась, всё, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok